Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня у нас в гостях Ольга Чаненкова, ландшафтный дизайнер и питомник-авод, питомник Террика. И мы продолжаем нашу беседу про органическое садоводство. Я надеюсь, что вы уже посмотрели наш первый ролик. Это было такое большое вступление, введение в органическое садоводство. Ольга рассказала, как вообще в принципе все устроено в природе, как это потом переносится в наши сады. И сейчас мы продолжим наш разговор и уже поговорим более конкретно о всем том, что мы можем перенести из этих знаний на практику, на наши участки, в наши сады. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, зрители. Ну здесь, если говорить о практике, то действительно сейчас очень много продается препаратов. И просто зашкаливающее разнообразие. И надо сказать, что все даже как-то слишком дорого бывает. То есть иногда и подумаешь, чем лучше пользоваться. Бывает. Но нам же кажется, что чем дороже, тем интереснее и больше поможет. Да-да-да. Ну если говорить лично о моей практике, правда вначале надо сказать, что сейчас же существует в России союз органического земледелия. И я всем советую заходить на их сайт, там очень много информации. Но они полностью отвергают минеральное удобрение. Полностью. Да, вот если я еще так вот придерживаюсь такой для себя концепции, что немного можно, когда это нужно, для корректировки буквально, то они отвергают это полностью. И в том числе и химическую защиту. Но они используют более естественные биологические вещества. Ну, например, для подкормки. И я с этим полностью согласна. Почему бы не внести костную муку, рыбную муку, кровяную муку. Но вы посмотрите на их цены. Да. Честно говоря, цены такие, что руками поднимается их покупать. Уж думаешь, как бы самому костей намолоть от рыбы то же самое. А да, это не получится сделать в нужном объеме. То есть, как бы бизнес сразу же подстроился под эту волну. Ну, это такая скорее мода на эко-био. Да, да. Но что я хочу сказать. Вот если приходить к моему личному опыту, то я придерживаюсь немножко другой концепции. То есть, я считаю, что надо максимально сосредотачиваться на той флоре, которая, биоте, которая есть у нас в почвах. Понимаете? Да, можно привнести туда кого угодно еще. Но где гарантия, что наша аборигенная биота, ее просто не съест, да, или она ее там не отодвинет, поскольку наша наверняка более конкурентно способна. Но это все под вопросом. Это надо же все как-то проверять. Я знаю, что, например, сейчас в России достаточно активно сертифицируются даже сельхозпредприятия. Они начинают переходить. Но это, надо понимать, это очень сложный процесс. Когда у тебя там хозяйство сотни гектаров, да, и резко перевести на другую систему. А даже в Америке было сказано, что переходить на органическое земледелие у фермеров занимает не меньше четырех лет. Потому что ты теряешь действительно урожай. Поэтому любой переход идет постепенно, начиная с каких-то неограниченного количества гектаров. Так вот, они тоже говорят, что им очень много звонят, предлагают разные новые препараты. Некоторыми пользуются, и в итоге получают что-то страшное у себя там в этих садах. И теперь, говорит, мы прямо так и спрашиваем. Покажите нам, есть ли у вас уже испытаний на конкретных садах, чтобы это было подтверждено практикой. Только тогда мы это будем покупать. То есть тут надо предупредить садоводов, что сейчас очень много. Вы, конечно, можете брать и испытывать это на своих участках. Но, например, есть у нас клуб природного земледелия, в том числе в Санкт-Петербурге. Это большая сеть клубов, которая продвигает лидийку препаратов, выведенную в Японию. И можно было бы к этому относиться скептически, хотя бы с той точки зрения, что этим бактериям у нас прохладно. То есть если вносить их просто в грунт, хуже не будет. Нет, они не настолько дорогие, чтобы бояться этого. Там разводятся концентрации более низкие, поэтому этой упаковки хватает надолго. Но в нашем климате, где тёплый сезон короткий, мы можем не получить того результата. Но в теплицах это вполне может быть. И ещё, опять же, была интересная информация, что как в Востоке фермер выращивает тыквы на экспорт именно в Японию, именно по этой технологии, именно как органическое земледелие. И японцы приезжали сюда к нему и проверяли, что всё ли соблюдается, пользуются ли этими препаратами, что у него в почве, какая биота в почве, нет ли минеральных подобретий. Только после этих всех экспертиз они ему дали сертификат, и они у него покупают. То есть надо предположить, что это всё действительно работает. Потому что когда читаешь об этой системе, то проникаешься доверив. То, что считается, что они и в Японии очень много и выращивают, и очистили свои водоёмы этими бактериями, этим комплексом бактерий, он получился... Это не одна, не две, это целый комплекс организмов, которые образуют тоже вот единую метаболическую такую систему, что они могут долго существовать все вместе, и поэтому помогают и тем культурам, которые выращиваются с их помощью. И они помогали и Корее, Северной, да, в своё время, после того, как Советский Союз перестал их снабжать минеральными удобрениями, чтобы они смогли поднять своё сельское хозяйство. Так вот. Это вот такой другой момент. Это по поводу покупных бактериальных препаратов для подкормки. Опять же, то, что продаётся, например, азотобактер, отличная вещь, отличная. Но для того, чтобы азотобактер выполнял свои функции, необходимо, чтобы в почве было достаточно фосфора и калия. То есть на бедных почвах, например, на песчаных, это будет абсолютно бесполезная подкормка, потому что бактерия просто уйдёт в покой. Она не сможет сама существовать. Ей тоже надо, для того, чтобы жить, ей надо питаться. То же самое с фосфорными бактериями. Они и та, и другая используются только на плодородных почвах. Поэтому наша с вами основная задача на своих участках сделать почву пригодной для жизни бактерии. То есть поднять плодородие почву. Поднять плодородие почву, после того, как мы её привели в хорошее физическое состояние, мы можем только добавкой туда органики. Добавление органики происходит обязательно в соотношении углерода, как считается к азоту, это 30 к 1, примерно. Что у нас может соответствовать вообще такой формуле? Ну, например, солому. Почему это важно? Это важно, потому что если мы на бедных почвах с вами будем добавлять только грубую органику, да, она будет медленно перерабатываться, медленно минерализовываться, да, но она практически не даст питание. Это будет такой грубый губус, как у нас с вами в наших северных лесах. Если мы, наоборот, даём органику богатую азотом, и в ней будет мало углерода, она будет просто мгновенно минерализовываться в тёплое время года, и мы уже эту мульчу практически не увидим через неделю. Ну, это, например, различные выпалки, если мы... Либо мы кладём зелёную массу травы, да, вот только что там срезано, неважно. Это тоже отличная подкормка для биоты нашей почвы. Но она быстро минерализуется, и гумуса не образуется. То есть гумус, понятие, это должна быть такая конструкция, которая будет во времени стабильна. Тогда она будет давать и место обитания для микроорганизмов своей пористой системы, много воздуха в этой почве, да, и в то же время достаточно влаги в этих всех капиллярах, потому что влага в почве, она находится не как вода в сосуде, она находится как плёнки, да, в этих вот капиллярах этой почвы. И всё это даёт ещё вот эту агломерацию, такие вот частицы, то, что нам и нравится, да, в почве, когда она комковатая, вот эти комочки почвы, тогда ещё больше воздуха в этой почве. Поэтому обязательно правильное внесение компоста, органики. Мы, например, в питомнике поначалу выращивали, и сейчас ещё выращиваем на поле. Сейчас немножко переходим на контейнерное, больше производства по разным причинам. Но на поле это просто выглядело, знаете, вот это можно как в учебниках показывать. На наших глинистых грунтах, которые у нас вот нам достались там, мы вначале, получается, делали из них, ну, грубо говоря, субстрат. Это нельзя назвать почву. Вот мы брали этот глинистый грунт, мы его перепахивали с опилками, теми же самыми, с песком, делали его более рыхлой, ну и особо ничего не росло. Ну, во-первых, это опилки, да, опилки сразу на себя забирают много азота. Хорошо, добавим азота, ну, на какое-то время, да. Но только мы начинаем мульчировать это всё сеном, именно сеном, мы сейчас специально косим сеном, и кладём туда обратные выпалки, либо вот свежие выплаты, если погода позволяет, либо компостированные. То есть мы заселяем таким образом из компоста, из этих выпалок, мы же хлопала вместе с корнями, да, то есть там на ризосфере, да, есть полно местных бактерий, и давая им вот такую питательную мульчу, они начинают активно размножаться, и растения просто на глазах оживают, начинают активно расти. Вот это я вам просто клянусь. Прекрасно, и это не надо делать при перекопке, это просто используется... Это просто как мульча сверху, ну, таким, причём солидным слоем, да, поскольку сено, оно рыхлое, да, то есть получается, что там, ну, сантиметров до десяти мы раскладываем, и никаких проблем с этим нет. То есть она перерабатывается, за сезон практически-то сено перерабатывается, потому что сено – это не салон, это не 30 к одному, это, конечно, меньше, ну, может быть, 20, а может, 15 к одному, потому что сено костится в зелёном состоянии, это одновременно и подкормка, и углерод, ну, азотистая подкормка, и не только азотистая, и, естественно, углеродная составляющая. Поэтому, и, кстати, сотрудники, которые нам помогают, они просто удивлялись, потому что они там же живут недалеко, и они знают, какие почвы у них, и вот мы только что тут начинаем заниматься питомниководством, и у нас вдруг вот такая вот воздушная, рыхлая почва за два года, они были прожжены, они думают, что, может, мы такой покупаем, но нет, мы, естественно, ничего не покупали. Вот. Также полезно даже вот, мы у себя на участке, где у нас много опада хвойного, о которой мы абсолютно не боимся, и даже, кстати, и опилки можно вносить сверху, вот, если вы у нас снимали, вы помните, на новых участках, которые мы у себя делаем, у меня там сверху засыпано, на чем только можно, главное, чтобы это была органика. Очень многие боятся опилок, во-первых, хвойных пород, во-вторых, боятся очень и опада, вот именно хвои, потому что он тоже якобы закисляет. Ну, если он и закисляет, то, поверьте, не сильно, да, это раз. Во-вторых, вы сюда можете внести, это совершенно органический продукт, доломитовая мука, плюс вы с доломитовой мукой внесете еще и магний, что очень хорошо на наших почвах его не хватает, он легко вымывается, в отличие от кальция, и кальция-то вымывается, а магний еще быстрее, поэтому, если боитесь подкисления, вы можете туда внести немножко доломит, их уже не будет. Но дело в том, что, когда боятся опилок, боятся именно того, что не будет азота в почве, то есть опилки заберут на себя азот. Да, действительно, когда вы это перемешиваете с почвой, когда вы на первом этапе просто создаете, да, физически, субстрат такой, делая именно субстрат, еще не почву, то, да, этот процесс будет проходить, действительно так, и азот имеет смысл добавить. Но, если вы кладете эти опилки сверху, у нас же все-таки дожди-то идут сверху, и вода под силой тяжести то уходит вниз, наверх особо ничего не идет, и азот, поэтому опилки просто не забирает, таким, ну, может, чуть-чуть там самого верхнего слоя, и поэтому опилки медленно и перегнивают, да, что тоже очень хорошо для мульчей, для того, чтобы она там у нас лежала подольше. И вся эта система будет работать стабильно, что очень важно, да, она, и давать растению именно, в общем-то, без лишнего избытка, столько, сколько ему надо. И если мы, для наших северных регионов, мы пока ни разу не наблюдали, что было голодание у растений, если вот ты вот это все выполняешь, если хватает сил все это делать, да, именно добавление органики. Плюс, очень важно, сказать, для нашей биоты, важность, если не только органика, но важно, чтобы и почва была умеренно важной, да, не просто влажной, там, сырой, не дай бог, а и умеренно влажной, чтобы почва обязательно оставался воздух. Это вот эти два момента, это у нас, конечно, регулируется, во-первых, это муча из органики, во-вторых, это рыхлый субстрат, если мы его постоянно не перекапываем. Когда мы перекапываем, мы все это в основном разрушаем. Конечно, капилляры разрушаются, да. Капилляры разрушаются, отгнившие корни, которые там были, образовывали канальцы, это все действительно так, это все работает, это уже много раз подтверждено на практике, поэтому и седираты полезно сажать с глубокой корневой системы, например, те же люпины, когда их потом перерабатывают, вот эта стержневая, глубокая корневая система, она дает ход для корней тех культур, которые даже в других условиях такую глубокую корневую систему бы и не развивали. то есть, вообще, на самом деле, седираты вещь хорошая, но я что-то в последнее время подумала, опять же, стоит денег. Может, меня не все поймут, но многие наши сорняки не хуже седираты. То есть, по сути, то же самое, те же растения, с той же корневой системой, которые легко выращиваются, ты их точно так же можешь потом и удалить, и либо обрезать, и использовать их в листву. Я, например, даже у себя специально оставляю где-то заросли крапивы под той же яблоней. Особенно, если я вижу, что она очень хорошо растет, эта крапива, это значит, у нее очень хороший, сформировался там в почве, в ее резосфере, комплекс бактерий. И он очень важен в том числе и для яблони, которая растет тут же рядом. И мы можем просто удалять зеленую массу этой крапивы и оставлять ее тут же как подкормку и для нее, и для биоты, и для этой же яблони. Очень многие используют для этого, например, окопник, опять же, огромный лист. Очень хорошо используют для этого вообще какие-то крупные растения. Кстати, даже борщевик сосновского, не побоюсь упомянуть об этом виде, который, конечно, не надо использовать, когда он дает семена, но зато какая огромная масса растительная, которую можно, например, осенью эти стебли взять и точно так же ими их разломать и замульчировать. Либо, наоборот, скосить эту растительность весной, пока она еще не цвела и не давала семена, если она где-то там растет далеко от вас, не на вашем участке, и замульчировать это, использовать это как мульчу, как зеленую подкормку, положив сюда дополнительно, хотите опилки, хотите. Вернее, не надо постоянно думать, что это должно быть 30 к 1, надо просто понимать, что если вы положите мульчу из зеленых остатков, она просто минерализуется очень быстро, его надо еще раз что-то добавить, вот и все. Если вы можете сразу сделать разную мульчу, ну и замечательно, добавьте туда сразу же и веточек, и зеленые эти остатки, то есть тут уже как у вас будет получаться. Вот скажите, а вот продукты для компостирования, которые продаются, сейчас их используют и прямо при внесении в почву под растение и в компостер, вот как вы к ним относитесь, стоит ли их использовать и как часто, в каком количестве? Ну, кстати, наша компания Роскар, например, которая птицефабрика, да, в нашей Ленинградской области, она уже давно испытывает вот этот препарат Байкал-М, наш российский, такой же, почти такой же комплекс, как у японцев. Ну, понятно, корресил другие микроорганизмы, но суть та же самая. Она это использует для более быстрого компостирования своих остатков от птицефабрики. Да, и действительно у них были конференции, они показывали, что результаты очень хорошие, очень быстрая переработка и можно использовать потом в дальнейшем как удобрение. Да, но тут каждый решает сам, а ему, насколько это ему надо, то есть мы можем оставить компост на 3 года, да, то есть делать 3 кучи, это куча этот год, это куча второй год, третий, потом первую начинаем забирать, то есть у кого, какие средства позволяют, насколько это надо использовать этот Байкал в саду, то есть надо понимать, вы внесли бактерии, у вас в почве есть органика, вы внесли бактерии, если теплая погода, эти бактерии резко начнут минерализовывать ту органику, которая у вас там есть, то есть это обычно и происходит, поэтому будет действительно такой всплеск биоты, да, активности этой биоты, будет всплеск подкормки ваших растений, но когда она съест всю органику, да, вы получите уменьшение плодородия почвы на этот момент, поэтому вы должны всегда помнить, что если вы вносите такие препараты, как Байкал-М, как Восток, вот этот М, тоже эффективные микроорганизмы японские, вы всегда должны вносить очень много органической мульчи, только тогда эти ваши препараты будут у вас работать, иначе нет никакого смысла в этом, но я все равно больше стою за то, чтобы культивировать нашу собственную биоту, поскольку, ну, по крайней мере, она аборигенная, она проверенная, то есть если вот я говорю про крапиву, да, если я вижу, что у меня в этом месте, вот так уж сложилось, поскольку раньше там когда-то рос малинник, и там было очень много органических остатков, туда когда-то вносили навоз, еще до нас, соответственно, вот, и на этом месте действительно, ну, шикарно растет крапива, значит, там действительно отличные микроорганизмы, наши, родные, собственные, вы можете спокойно брать оттуда немного грунта, да, и подсыпать там своим растением, если вам, как бы, вы считаете это необходимо, чтобы туда добавить, но вот то, что я вижу из своего опыта, опять же, к сожалению, можете, я вас тут не особо порадую покупными препаратами, я вижу, что растения прекрасно могут расти без всех этих лишних манипуляций, если вы им создали хорошее место посадочное, то есть, только это не маленькая луночка, куда вы там насыпали плодородного грунта и сунули туда этот горшок, нет, это должно быть посадочное, то есть, это должна быть культивация почвы, да, желательно на большей части вашего участка, ну, либо вы постепенно это делаете, но все-таки так, чтобы растения могли разрастаться, вот, то со временем, это буквально год, да, проходит, и у вас эта почва начинает оживать, то есть, она становится живой, вообще почва это живой организм, это надо понимать, то есть, вначале это субстрат, когда вы это только делаете, если вы, конечно, не счастливый обладатель черноземов, да, то, а в дальнейшем вот она оживает, останется живой и начинает работать, ваша задача запустить эту фабрику, и вполне возможно, что на первом этапе ее запуска можно внести немножко удобрения, которое хватает именно для подкормки, опять же, для того, чтобы запустить этот процесс, а в дальнейшем нет никакой необходимости, я клянусь, у меня растения растут на участке, вот вы приезжали, вы видите, яблони плодоносит, да, и на яблони даже не там, и вредителей никаких не было, розы цветут, то есть, все, что надо есть, и мы никогда не кормим растения, у нас самый лимитирующий фактор до сего момента была эта вода, то есть, поскольку без воды, да, естественно, бактерии жить не будут, нужна умеренная влага, но не только бактерия, да, то есть, действительно, вот вода необходима, но опять же, опять же, полив, это палка от двух концов, то есть, в сельском хозяйстве, например, орошение полей, это и плюс, и минус, почему, потому что, когда льется столько много воды на землю, особенно ничем не закрытую, да, никакой мальчи как-то там нету сверху, то разрушается почва, почва, еще и припаханная, эта почва, да, она быстро после пересыхания образует корку сверху, почему во всех рекомендациях, ну, эрозия происходит, почему во всех рекомендациях необходимо потом, после полива, землю, надо прорыхлить, да, вот это все отсюда, плюс она и смывать может, да, эту же почву, когда много воды, но самое главное, это, конечно, ее разрушение и уплотнение, потому что, эта влажная почва перестает, если она ничем не укрытая, она становится плотной и нету дыхания достаточного в ней, а если мы кладем с вами органику, кладем любую мульчу сверху, этого не происходит, не происходит верхнего уплотнения почвы, что тоже очень важно для почвенной биоты. Ну, вот скажите, да, вот по поводу препарата фитоспорин и еще есть какой-то похожий, я забыл название, может быть, вы вспомните, фитоспорин, сенная палочка, да, вот объясните мне, если я кладу сено, я добавляю сенную палочку? Логично, мне кажется, что... Мне тоже кажется логично, это я вижу и по растениям, да, фитоспорин, естественно, это очень хороший препарат, и мы его используем, мы его используем, например, в контейнерах, как замена фунгицидом, фунгицидом. Фунгицид. Да, потому что, да, это бактерии, которые способны функционировать достаточно уже прохладно, конечно, не так активно, как в теплое время, но она может функционировать уже и в прохладное время и таким образом защищать наши растения. Да, но надо тоже понимать, если ей будет нечего кушать, она все равно уйдет на покой. То есть, это живой организм, у него свой цикл жизни, и тут с этим ничего не поддержит. ну вот я просто часто сталкиваюсь с тем, что, ну, рекомендуют добавлять вот этот тот же самый фитоспорин буквально в каждую лейку, весь сезон и постоянно-постоянно его поливать. В каких объемах это можно делать? любые бактериальные препараты, но это мы сейчас с вами больше говорим уже о защите, да, а не о подкормках, вы имейте в виду. Да, если мы фитоспорин рассматриваем как сапротрофную, например, бактерию, то мы в любом случае должны, конечно, ее подкармливать, но как сапротроф мы также имеем свою собственную биоту. А если мы говорим о защите, это уже немножко другое. И, да, все бактериальные препараты требуются очень частого использовать, хотя бы раз в неделю как профилактическое средство. Они не так хорошо работают, как искореняющие, например, любой химический препарат. Это надо понимать. Но они действительно работают. Но у нас, например, часто есть рекомендация вот именно по использованию эффективных микроорганизмов. Я считаю, что они действительно могут быть полезны, и я ими пользуюсь. Я не знаю, насколько это от них так хорошо, там, или плохо, или не от них. Но я ими пользуюсь, потому что я понимаю, что в теплице у меня тепло. И почему бы мне не привнести туда хороший комплекс микроорганизмов, но я использую, если не фитоспорин, но вполне можно использовать и фитоспорин. А что вы используете? Я, например, до сих пор использовала вот этот японский все-таки «Восток-М». Он есть в разных формах. Он есть, например, на зернах. Это можно наносить прямо в почву тогда. И само зерно является питанием для этих бактерий этого комплекса. И таким образом обеззараживается почва и перерабатывает потом, возможно, лучше органику. Но по растениям я вижу, что им нравится. Но должна признаться, что когда я вначале начала изучать именно этот комплекс, потому что на нем, конечно, писали всякие чудеса, я решила, ну все же, это же у меня целый комплекс, он и должен весь накормить, он переработает органику, и все будут сыты. Обратила внимание ничего подобного. У меня в теплице были голодные растения, голодные помидоры и очень голодные огурцы, особенно. Я понимаю, что им дико не хватает азота. После чего я все-таки обратила внимание, что в рекомендациях во всех писалось, что вы не просто должны там только положить растительные остатки, но все-таки желательно там вниз положить навозы. Да? Ну, что-то богатое азотом, назовем. Да, действительно, все-таки, ну никакая вот эта бактерия в достатке азота вам не даст. Там, я так понимаю, в этом комплексе все-таки нету свободных, например, тех же живущих азотобактерий, которые могут усваивать азот газообразно изменить. Ну, это, знаете, получается, как каша из топора. И встает вопрос тогда, но если я и так кладу туда немного навоза, в общем, это вроде как и есть самое питание. Но не забывайте, да, навоз – это питание, а бактерии – это защита все-таки наших с вами растений от различных корневых патогенов. И это уже становится важно, потому что после всего, что мы с вами наговорили, кажется, это гораздо проще, чем таскать эту органику, не все накосить и так далее, да? Я взял минеральное удобрение, покормил растения. Конечно, взял пакеты за вкуски и широким жестом, собственно. Средства пока позволяют, такие огромные цены можно, бесспорно, но вот что вы точно теряете при этом, это, конечно же, защиту ваших растений. Тут, может, мы немножко перепрыгнем, но Тимирязевская академия в свое время провела очень интересный опыт. Ну, благо, у них есть такие возможности. В течение, по-моему, 50 лет они проверяли почвенную биоту и вообще состав почвы на нескольких делянках, несколько было под паром, на одной они вообще ничего не делали, да, и смотрели, что же там происходит в почве, на другой они вносили только минеральные удобрения, на третьем они вносили навозы, и это были почвы дерновые, по-моему, подзолистые, то есть, в принципе, более-менее почвы. Так получилось, на первое, естественно, быстренько упал гумус, да, составляющая, то есть, на пару только водоросли еще как-то могли давать какую-то органику, и почва была мини-плодородная. Второе, где были только минеральные удобрения, резко стала понижаться кислотность почвы, да, а при падающей кислотности почвы бактерии стали, по крайней мере, хуже себя чувствовать, а актиномицета, вот эта вот группа, о которой, я вам говорила, она очень важна нам для защиты наших России, она вообще была угнетена. Более-менее себя чувствовали грибы, правда, разные другие. Но, опять же, я не уверена, что там проверялась, насколько менялся видовой состав вот этой биоты, да, при таком воздействии. И лучше всех, конечно же, был показан та почва, которую подкармливали органикой типа навоза. Естественно, перепревшие навозы, чтобы мамы нас неправильно поняли. Вот, а на песчаных почвах, на бедных почвах это становилось все еще хуже, да, и более, что там, потом были еще и эксперименты, когда на этих грунтах не просто это пара года, а когда там уже выращивалась рожь, так же самое, с возвратом органики в почву. То есть, все-таки минеральные, любая подкормка, она, во-первых, провоцирует то, что растение не образует микоризу, она угнетает свободно живущие азотофиксирующие бактерии, потому что они становятся не особо нужны. Растение, она сильно подкисляет почву, и мы с вами сразу же теряем, по крайней мере, реактивные лицетов и вообще и биоту бактериальную, та, которая там была в большом количестве на тот момент. Поэтому, с точки зрения защиты, бактерии нам, конечно, необходимо. Но, насколько можно рекомендовать весь спектр, который сейчас у нас продается, все это надо проверять, это не так давно все стало вот таким. Но, это все точно имеет смысл покупать и делать, если вы выращиваете контейнерные растения. потому что, да, это уже, конечно, другая история. Там замкнутый цикл, да. Это совсем другая история. И еще мне кажется, что газон никак не обойдется у нас без минеральных подкормок. Да, да, наверное, газон, потому что газон, это вообще, конечно, отдельное существо. Да, и обратите внимание, у меня на участке газона нету, и я как-то по этому поводу не сокрушаюсь, да, и даже там, где я могла его сделать, я его там делать не стала. Мне, конечно, не просто будет. Да, мне кажется, что это лежит особняком от органического земледелия, потому что газон все-таки надо кормить. Вы знаете, недаром газоны появились в Англии, где паслись барашки, да, потому что как раз когда пасутся барашки, то там и не надо минеральными удобрениями кормить. А у нас барашки нет. А у нас барашков нет, мы за барашков с газонокосилками ходим и вынуждены, но, опять же, например, есть вариант, когда газон, вы на газонокосилке используете мульчирующий нож, так называемый, который мелко рубит траву, которая выходит, оставляет ее в газон. Да, в этом случае, кстати, вы можете обходиться гораздо меньшим количеством, я думаю, удобрений. И, опять же, тут зависит от того, что вы ждете от своего газона, партерного газона, идеального, или вам все-таки нужна зеленая лужайка. Лужайка просто. И тогда вы можете уже так сильно и не усердствовать, если вы оставляете. Но, опять же, только не в дождливую погоду. В дождливую погоду нельзя оставлять эту большом количестве мульчу, тогда ее надо просто разбивать, иначе она может уприваться. Ну, просто да, я думаю, что у нас, наши зрители, которые нас будут слушать, они все, абсолютно не сторонники, может быть, органического судоводства, и им хочется как-то комбинировать. Наверняка у кого-то есть какой-то стратегический запас удобрений дома, лежит этот здоровый пакет азофоски, нитрофоски, и, может, калийных удобрений для цветения, и все равно будет искушение что-то как-то комбинировать. Локальные подкомки. Вот в этом случае вам на помощь приходят локальные подкомки. Я просто замещаю, даже на огороде, как ни странно, я уже давно не использую тоже особо минеральных удобрений на огороде, но я использую навозы, и я использую залу. Благо у меня это есть. В принципе, если представить весь этот комплекс, учитывая еще работающие микроорганизмы в почве, то есть ее щадящую обработку без излишней перекопки, это все позволяет, действительно растения растут. Если бы еще был нормальный год, когда достаточно дождей, проблем вообще нет. поэтому я могу только одно сказать из своего опыта, что действительно растения в природе и на наших с вами участках, особенно в декоративном саду, они спокойно могут расти без наших с вами усердий по подкормке их минеральными удобрениями. Даже розы? Я считаю, что розы, как я вам тогда, и розы, и возможно, и метельчатые гортензии, то есть те культуры, которые очень обильно цветут, которые мы с вами специально вывели, используя селекцию, в ущербе их другим качествам, мы можем их подкормить, и возможно, даже их нужно подкормить, но здесь надо опять использовать, я думаю, все-таки вот эти локальные подкормки в этом случае, чтобы их сохранять естественную биоту в почве. Вот тогда все будет хорошо. Опять же, чем кормить? То есть если у вас, надо понимать, если почва зафосфаченная, а, например, той же гортензии для цветения много азота просто предел показан, штука по интернету и говорит об этом Татьяна Васильевна из Лесковой, что им не надо много азота, и, боже упаси, если его будут как в весенних удобрениях, они просто будут гнать вам вегетативные побеги и не закладывать цветущие почки. Очень многие сорта так себя ведут. Поэтому, опять же, вы будете подкормить чем калийными удобрениями хорошо, а это никогда не помешает. Например, для русскалийный период при закладке бутонов уже подкормить калийными удобрениями. Тем более, что они тоже очень неплохо мигрируют в почве, но они все-таки поменьше, чем азот. Я считаю, что это очень хороший такой компромисс. То есть, возможность подкармливать локально растения, это вот такой компромисс для наших северных регионов. Но, кстати, всегда все говорят, даже специалисты, которые выпускают удобрения, заводы, они говорят, что минеральные удобрения действительно хорошо показывают прирост, биомасса, не важно, чего у вас, то там будет прирост, там, сельское хозяйство, одно у нас другое, только на бедных почвах. На плодородных почвах их влияние практически незаметно. И этот вопрос тогда, а надо ли? То есть, если у вас плодородная почва, носите органику. Почему это важно? Если в природе, потому что я говорю, ну, нет пустой почвы в природе, поэтому вы все равно будете чем-то мульчировать. Но, одно, конечно, дело, замульчировать ее, там, корой для красоты. А, например, у себя на участке я стараюсь не допускать пустых мест, и вы это видели не за счет, мульчей, это только на новых местах, а за счет того, что мы подсаживаем на почву покровные растения. Да. Кстати, живая мульча, по сути. Да, эволюционное такое преимущество у высших растений было в том, что они могут расти сообществами и по высоте самых растений и по корневой системе, то есть они ярусность образуют. И, если вы, конечно, не приверженец там, Версаля, да, где только стрижены элементы, где дизайн превалирует над растениями, а вы любите растения, то вы можете создавать у себя композиции, которые будут, в общем-то, полностью заполнять вот эти зоны ваши декоративные. То есть вы можете сажать крупные деревья или кустарники высокие, к ним подсаживать композицию, низкие, к ним многолетние уже цветущие, например, растения, а открытые места засаживать почву покровными растениями. Таким образом, у вас будет плотная, хорошая резосфера в почве со всеми своими бактериями и грибами. И цветущий цветник. И плотный цветущий цветник, и отмирающая здесь же органика, и вы будете, у вас практически не будет работать с сорняками. То есть их негде расти. Ведь никакой сорняк не прорастет с закрытой почвы. Кстати, даже дерево, то есть та же сосна, и семечки в лесу не прорастают на моховый лишайник на покрытии. Надо, чтобы сгорел этот сосняк, или чтобы там хотя бы кто-то порыли. Особенно с места. Да, чтобы семечка смогла дойти до почвы. Вот тогда она сможет прорасти. А просто на мхе, на лишайнике ей не прорасти. Ей не хватает сил для расти до почвы. То, что она, кстати, и с дубами, даже желуди, надо, чтобы в кабан порылся, чтобы желуд на землю попал, тогда он прорастет. Откуда вашему сырнику тогда? Он снизу не может пробиться тут толстый слой мельчи, а сверху не может прорасти, потому что толстый слой мельчи. А если у вас многолетние растения с их корневой системой, они тоже так же конкурируют и не дают им расти. Только у меня еще последний, наверное, вопрос в завершении вот этой нашей беседы по поводу мекоризы. Сейчас появилось довольно много препаратов, которые продаются вот в мешочках, в пакетиках. Там какое-то сухое вещество, похоже то ли на споры, то ли на гифы. И пишется, что вот это можно тоже заправить в почву, и будет у вас мекориза. Скажите, насколько такие препараты эффективны, по вашему мнению? Я сама не использовала ни разу мекоризу, которую продают, потому что здесь надо, конечно, быть уверенным в поставщике. Этой мекоризы, думаю, что ничего страшного не произойдет, если вы ее внесете. Но я знаю об опыте, например, питомника московского, который действительно использует препарат мекоризмы при выращивании кустарников на полях своих. Но вы должны понимать, что они же в своих полях постоянно перед посадкой новой партии кустарников вынуждены пускать технику, перекапывать, нарушать почву, рвать там все, что там только могло быть, в том числе и гифы, грибов. Поэтому они заселяют почву мекоризы. На нашей почве, на моей почве, на моем участке, я думаю, мекоризы выше крыши. У нас там сосны растут, у нас там ели растут, у нас рябины растут, там что только не растет. В основном внесении, знаете, технично, когда если вы купили участок, вы завезли привозной пруд, и вам надо изначально создать там какую-то среду. я согласна, да, но для этого, конечно, надо быть уверенным еще в производительстве, имеет смысл почитать об этом препарате. Я могу только поделиться своим наблюдением у себя на участке, когда мы, например, подсаживали те же рододендроны и азалии, что я говорю, рододендроны и гортензии подсаживали на тот участок, где до этого и сейчас продолжают расти черника с брусникой. То есть мы не нарушали это место, мы это все не убирали, мы единственное, там где-то углубляли, добавляли таких вот рыхлых грунтов, чтобы лучше было растить. Там они приживались и росли гораздо лучше. И я даже понимаю, что просто эта почва еще прорастала, да, поселяется спор, выросла в гифоне, потому что, в принципе, на нашем участке этого добра достаточный, поэтому выносить не надо. Насколько мы, кстати, не сажали растения и на новых участках, мы никогда не вносили мекоризу. И всегда наблюдаешь такой процесс. Вот ты посадил первый год, да, и поскольку немножко-то вносили, конечно, обычно это не азотное удобрение, а калийное удобрение, чтобы, ну, слегка заправить почву, так без особого энтузиазма, там, сильного. Но в любом случае растения начали наращивать корневую систему. Я так понимаю, что и корневую систему, и те субстраты, которые мы делаем, в начале вот идет развитие в них и грибов, которые в мекоризм тоже попадают в ближайших там лесных массивах и в виде спора и в виде заноса там с грунтами и так далее. То есть почва постепенно оживает. Обычно на это идет год. У нас даже очень часто заказчики спрашивают, ну, почему ничего не растет, да, а через год, через два начинают уже звонить и говорить, а можно ли это стричь, потому что вот через год это вдруг начинает резк расти, и это нормально. И гораздо хуже, когда вот мы покупаем растения, выращенные в Европе вот в таком маленьком горшке, а остом это растение сменяет. Ты понимаешь, это какой-то сумасшедший дисбаланс, а почему нет корней у этого растения. А как оно будет развиваться? Это нормально для России вначале наращивать корневую систему, а почве наращивать свою биоту внутри этой почвы. Дальше, когда корень начинает расти, он начинает сам привлекать к себе бактерии, да, то есть начинают просыпаться споры. Их достаточно в любой почве, если вы, конечно, не устраиваете у себя там только чисто перфюной субстрат, но мы же все-таки специально приносим живую почву, желательно в поле, то есть на живую почву, на которой когда-то росли растения и в которой очень много организмов находится в покоящейся стадии. И они потом, естественно, оживают и начинают развиваться и обогащать ее. Тут я еще бы хотела единственное, что добавить, есть такой опыт опять же по бактериям, очень интересный, на мой взгляд, как раз это Распопов Геннадий, который врач, ее с большим стажем садовод, он стал делать еще круче, не просто лилеет такие микроорганизмы, которые растут у него на участке, он делает, это вы можете уже прочитать в интернете, у него много по этому поводу блоков и книги есть, и он специально делает такие чаи, именно аэрированные чаи, то есть это обязательно воздух, это не просто как мы в бочке с вами замачиваем растения и в итоге получаем в основном анаэробную флору, а здесь именно аэрированный чай с компрессором, который для акваримов гадят, и тогда он там наращивает из таких мест, где у него хорошо растут растения хорошие, своя образовалась биота почвенная, он их специально наращивает и этими уже чаями подкармливает свои растения, и это дает у него колоссальные результаты, и урожай в том числе, но это требует немножко времени, да, и желание этим заниматься, но для этого, да, безусловно, мне кажется, такой непростой путь, в принципе, путь вроде простой, если вы почитаете, но такие же люди, которые заняты, много работают, давать дома акваримую, где будет бродить шкурки от бананов, это, конечно, не заносит так. Нет, 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 нет никаких шкурок для бананов, там, боже, там ничего этого нет, и там, почитайте, но даже просто это надо очень быстро донести, то есть надо, чтобы кислород там оставался, вы это можете делать дома, а потом должны привезти на участок, да, не всем это сразу подходит, но надо понимать саму суть, да, что вот именно такой подход, разведение своих собственных микроорганизмов дает хороший эффект, действительно. Ольга, спасибо вам огромное за такую увлекательную беседу, я надеюсь, что нашим зрителям не утомил наш этот долгий разговор, мне кажется, он был крайне интересный и полезный, я надеюсь, что мы рассказали вам все возможные методы, используемые в органическом садоводстве, которые помогут вам вырастить сильные, здоровые бактерии, и в следующем ролике мы с вами расскажем про защиту растений, какие методы природного садоводства и земледелия помогут сделать ваши растения еще и здоровые, и я надеюсь, что вы поняли, что один из главных принципов природного садоводства это терпение, терпение для того, чтобы послушать наши долгие беседы, ну и запастись терпением, чтобы дождаться результатов, собственно, этих дел, которые могут занять не один год, а даже четыре, только через несколько лет вы увидите пользу от того, что происходит, а, к сожалению, часто очень зрителям важно, им хочется, чтобы вот внесли сейчас, и через день они увидели, как все стало вокруг зеленым и цветущим. Так что смотрите наш следующий сюжет, с вами был канал Европлант Лайф и питомник Авода, ландшафтный дизайнер Ольга Чененкова, питомник Террика. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»